Приветствую! Данное видео записываю с определенным удовольствием, потому что оно будет носить такой успокоительный характер. Да, вот помните, было успокоительное от Арестовича, а теперь успокоительное от Лукьянчикова. Что имеется в виду? Вы уже видели новостные заголовки, в которых сообщают, что с 1 августа изменятся правила мобилизации. Мол, по-другому будут призывать, будут какие-то новые виды повесток и прочее, и прочее. Друзья, чтобы в этом вопросе разобраться, нам нужно обратиться к действующему законодательству и посмотреть, а что там изменилось. Именно это мы сейчас с вами быстро и сделаем. Но перед этим хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Информация там появляется гораздо быстрее и ее гораздо больше, чем на ютуб-канале. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Итак, какие основные нормативно-правовые акты регулируют вопрос мобилизации? Конечно же, это Конституция Украины. Конечно же, это закон о воинской обязанности и воинской службе. Закон о мобилизации и мобилизационной подготовке. И я бы еще добавил постанова 1487. Что изменится в этих нормативно-правовых актах с 1 августа? Ответ прост. Ничего. Ничего в контексте призыва во время мобилизации там не меняется. А это значит, что ни принципы мобилизации, ни виды повесток, ни что-либо еще не поменяется с 1 августа. Все останется так, как и было. Это с точки зрения законодательства. Что может поменяться, это только интенсивность раздачи повесток. Но поменяется она или нет, мы этого не знаем. Почему? Потому что мобилизационные планы – это государственная тайна. Это информация, к которой мы не имеем доступа. К ней доступ имеют соответствующие органы воинского управления. Все. Мы эту информацию не знаем. Поэтому с 1 августа 2023 года ничего не изменяется в правилах призыва на воинскую службу во время мобилизации. Но мы, конечно же, безусловно, надеемся на то, что объявленная президентом проверка всех ТЦК и СП возымеет какие-то свои плоды и ТЦК и СП начнут наконец-то соблюдать права мужчин. Да, и женщин, наверное. В принципе, права всех граждан Украины. И вот это самая главная для нас надежда на изменения. Почему я говорю, что сейчас мы надеемся? Потому что, в принципе, о проверке было заявлено еще месяц назад. И было сообщено, что через месяц будут первые результаты проверки. И, по идее, вот там 29 примерно июля, да, если государство выполнит свои обещания, то должны появиться какая-то информация, какие-то результаты этой проверки. Единственное, конечно, что меня несколько смущает, что когда они говорили о проверке и когда президентом объявляют проверку, то ты смотришь и ты видишь, что там проверка связана в первую очередь с коррупцией. Да, вот эта история с Евгением Борисовым, начальником Одесского областного ТЦК ЕСП и его покупкой, там, вилл, автомобилей премиум класса и так далее. Ну, там не он покупал, его родственники покупали, да. И вот они акцент делают сейчас на проверку именно коррупционной составляющей. Но почему-то никто не кричит, что акцент нужно сделать на соблюдение прав человека. Коррупция это классно, с этим нужно бороться, безусловно. Какая оговорочка по Фрейду получилась? Коррупция это классно, да. Не это, конечно, я имел в виду, но я думаю, вы меня поняли. Акцент, безусловно, должен быть сделан на соблюдении прав человека во время призыва по мобилизации. И именно это же самое главное нарушение. Это то, что мы видим каждый день с экранов Ютуба. Как ТЦК ЕСП, отдельные его представители, нарушают права человека. Там, задерживают, бьют и так далее. И вот есть надежда, маленькая, вот ну такусенькая, вообще маленькая. Но что хоть какие-то результаты проверки будут, и что это хоть как-то изменит ситуацию, связанную с призывом. Честно, уже не надеюсь на то, что это может там кардинально изменить, и больше вот таких видео не будет, да. Да, где ТЦКшники там силой прессуют, пакуют людей, да, вот эти операции, бусики и прочее. Если вы столкнулись с нарушением со стороны ТЦК ЕСП, в описании к данному видео я оставлю контакты. Это те контакты, которые Минобороны публиковала для подачи жалоб на действия сотрудников ТЦК ЕСП. И там есть, соответственно, телефон, почта и чат-бот. Если вы столкнулись с неправомерными действиями представителей ТЦК ЕСП, по этим контактным данным вы можете передать информацию в Минобороны. Ну, а дальше скрестим пальцы, да, и будем надеяться, что они на это отреагируют тем образом, каким они должны реагировать в правовом государстве. Друзья, на этом у меня все. Я вам желаю хороших выходных. В принципе, желаю вам, как и всегда, удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.